Торговые павильоны на пешеходной улочке между железнодорожным и новым автовокзалом стали предметом жарких споров между их владельцами и представителями администрации Чебоксар. Снести нельзя оставить. Где в этой фразе поставить запятую, узнаем в следующем репортаже. У многих предпринимателей, арендующих землю под торговые павильоны на пешеходной улице, сроки договоров аренды заканчиваются в 2014 году. Однако администрация попросила их с насиженных мест в одностороннем порядке. По словам арендаторов, без объяснения причин. По мнению представителей администрации, торговые павильоны, построенные еще в 1996 году, не соответствуют современным требованиям. Их внешний вид оставляет желать лучшего. Внутри многих из них давно не было даже косметического ремонта. В списке нарушений грязь и мусор на территории, сдача торговых точек в субаренду организаторам игрового бизнеса и существенные долги. Общая сумма задолженности арендаторов к началу этого года приблизилась к полутора миллионам рублей. Из 20 индивидуальных предпринимателей, которые на сегодняшний день имеют договоры аренды с земельным управлением, из них только трое имеют нулевой баланс, который не имеет задолженность. Остальные имеют все. На сегодня все владельцы уведомлены о том, что должна освободить земельный участок. Но добровольно это пока не сделал никто. Предприниматели согласны привести в надлежащий вид свои павильоны, но хотят, чтобы договоры аренды продлились с ними же. По новому законодательству это не получается. Тогда, когда они заключали договор аренды, 10 лет назад, существовали совершенно другие правила. И было преимущественно право продления договора аренды, и не было необходимости заново выставлять все на аукцион. Были совершенно другие правила. Они, к сожалению, столкнулись с изменением законодательства. Позицию администрации тоже можно понять. Они отвечают за внешний облик столицы и хотят, чтобы он был приличным. По мнению главного архитектора Чебоксар, на этом земельном участке можно построить один универсальный торговый комплекс и разделить его площадь на секторы, на торговлю в которых могут претендовать и нынешние владельцы павильонов. Мы с точки зрения архитектуры можем говорить, что там может появиться хороший торговый объект. Современные требования по архитектуре. И так как у нас на сегодняшний момент это является притяжением двух вокзалов, трех даже, то есть это на самом деле лицо столицы, когда приезжающие смотрят, то есть это в принципе должен быть объект достойный столичного уровня. Правильнее всего все-таки будет там установить какой-то стационарный торговый объект и предоставить всем предпринимателям право арендовать в них торговые места для осуществления деятельности. Конечно, в зависимости от спроса населения. Смогут ли нынешние владельцы ларьков участвовать в будущем аукционе и какова будет первоначальная цена земельного участка – вопрос открытый. Если мы действуем в рамках земельного кодекса и выставляем уже, получается, тот же самый земельный участок на торги, тогда да, тогда получается вот такая ситуация по цене аукциона вы имеете право заключить преимущественно. Но здесь возникает вопрос в том, что мы участок, земельный участок, должны освободить до выставления аукциона. Мы должны выставлять пустой участок, то есть в любом случае должны демонтировать. Диалог между представителями власти и предпринимателями будет продолжен. И мы сейчас предлагаем, конечно, первое, это значит включить схему размещения торгового павильона, стационарно-торгового объекта, пешеходные улицы. И второе, создать рабочую группу с представителями администрации города, с представителями предпринимателей и вместе двигаться уже в создательном направлении. Тем временем эскизные проекты будущих торговых площадей между железнодорожным и автобусным вокзалами уже разрабатываются. Оксана Заметина, Андрей Спиридонов, Республика.